10.30 утра, арена Кристалл. Кто-то уже вовсю работает клюшками, а кто-то только приезжает на тренировку. В коридорах и на входе суета, еще бы, с минуту на минуту с проверкой сюда нагрянет министр спорта Павел Колобков. Приезжает не один, а с целой свитой. Здесь Максим Уразов, руководитель дирекции универсиады и краевой министр спорта Сергей Алексеев. Первым делом осматриваем убранство арены, тренажерный зал, раздевалки. В них, кстати, есть фены и есть даже массажная комната. А вот еще одна фишка арены. Лед из этих машин нужен, чтобы в случае травмы у спортсмена быстро приложить холод. Надо сказать, по зданию Павел Колобков не ходит, а летает. За ним не успевают даже представители Кристалла. Одним взглядом осматриваем главную арену и уже спешим на следующую точку – стадион Енисей. Итого на все про все 15 минут. И вот мы уже на стадионе Енисей. Здесь осмотр проходит еще быстрее. Скоро начинаются соревнования по хоккею с мячом. Первая игра – Россия-Финляндия. Надо все успеть. Заглядываем в тренажерный зал и сразу идем смотреть лед. Тут и игра началась. Звучат гимны. И вот, наконец-то, министр готов вынести свой вердикт. Объектами доволен. Осталось немного причесать и можно встречать гостей. С предыдущего раза очень многое изменилось. Во-первых, все объекты готовы. Все объекты современные. Главное, что уже на этих объектах они уже используются. На самом деле остается месяц уже практически все сдано. Сейчас остались только навести некий лоск, брендировать, сделать навигацию. В общем-то, уже можно проводить универсиаду. Да и уже, вы знаете, уже прошло восемь тестовых мероприятий. Оценки очень высокие. Для того, что, в принципе, мы готовы. Ну, а лично я сегодня оценила всю эту красоту и монументальность новеньких объектов. К слову, министр спорта сегодня замолвил словечко и о том, что после универсиады и на стадионе Енисеи, и на арене Кристалла, и на других спортивных комплексах будут проводиться этапы Кубка мира и чемпионаты мира. А значит, праздник спорта мы с вами увидим еще точно не раз. Софья Питеркина, Александр Тропин. Новости ТВК.